Красноярские банки стали более осторожно кредитовать предпринимателей. Об этом говорят и сами бизнесмены, и подтверждают банкиры. Речь пока не идет об ужесточении условий и повышении кредитных ставок. Просто финансовые организации более тщательно начали изучать платежеспособность потенциальных заемщиков. Председатель Союза промышленников и предпринимателей Михаил Васильев говорит, что в последнее время все больше бизнесменов жалуются на банки. Финансовые институты стали чаще отказывать в выдаче кредитов. Васильев говорит, банки по итогам прошлого года показали рекордные прибыли, платят своим менеджерам большие бонусы. И при этом, когда речь идет о кредитовании предприятий, они все чаще осторожничают. Развитие бизнеса в крае тормозится. Ведь они не прекращают кредитование, скажем, экспортных операций. Наши металлурги чувствуют себя достаточно благополучно, поскольку в основном экспортом они занимаются. И в этом смысле банки-то там, у них все хорошо с этими ребятами. А вот те сегменты и сектора экономики, которые ориентированы на внутренний спрос, на внутреннее потребление. А вот здесь в основном эти кореба незаметны. Участившиеся отказы банков могут быть связаны и с возросшим спросом на кредиты. Ведь когда чаще обращаются, и количество отказов увеличивается. По данным портала «Финансист», потребность в займах в июле-августе выросла в три раза. Причем наибольший спрос на длинные деньги. Эксперты не исключают, что связано это с ожиданиями предпринимателей. Они хотят запастись деньгами перед возможным финансовым кризисом. Банкиры же говорят, на рынке сейчас определенный дефицит ликвидности. В Европе проблемы и деньги из России утекают туда. И наоборот, надеяться на приток ликвидности извне не приходится. Если в периоды очень доступной ликвидности кредитование происходит достаточно свободно и с заниженными требованиями к заемщику, потому что избыток предложения, то сейчас ситуация поменялась, предложения меньше, спроса на заемные средства больше. И очень многие не могут получить кредиты, особенно предприятия, находящиеся в такой более-менее проблемной зоне. Кредитные ставки для малого и среднего бизнеса сейчас колеблются у отметок 15-17%. Для больших компаний ставки поменьше. Проценты пока не растут. Признаки грядущего ужесточения кредитной политики в большей степени характерны для частных банков. Государственные финансовые институты практически не испытывают дефицита ликвидности. Некоторые даже наращивают кредитные портфели, снижают процентные ставки и улучшают условия выдачи займов. Абсолютно никаких подобных шагов на ограничения, на заградительных мер ВТБ-24 не предпринимают и более того, в планах даже не стоит. Повторюсь, наверное, 2012 год объявлен годом малого и среднего бизнеса. Банки осторожничают в отношении бизнеса, а к заемщикам же физическим лицам пока отношение не меняется. Банки стараются максимально удержать надежных клиентов и в то же время не отпугнуть проблемных. К примеру, в одном из крупнейших банков страны готовы прощать просроченные задолженности. Там идут на отсрочки платежей и прочее, считая, что финансовые трудности у клиентов могут быть связаны с прошедшим финансовым кризисом. К нам могут обратиться по этому вопросу, как те, кто уже находится на просрочке, даже если у нас судебные есть решения, исполнительные производства, так и те, у которых только сейчас они понимают, что возможно у них возникнет такая ситуация и просрочки еще нет. Что это очень важно, чтобы сразу на первоначальной стадии мы это обсудили и выработали правильную стратегию. Если в первом квартале этого года красноярские банкеры отмечали бурный рост кредитования физических лиц, например, ипотечных сделок стало на 60% больше, то во втором квартале, скорее всего, динамика будет не столь впечатляющей, считают эксперты. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Алексей Егоров, Афонтово Новости. Виталий Поляков, Афонтово Новости.